Интервью, которое Путин дал Такеру Карлсон. Даже вот, знаете, в разрезе комментария Вашингтон-Пост, Такер Карлсон, комментируя это интервью, уже высказался о нем, и говорит, ну вот одна интересная цитата, «Путин явно проводит много времени в своем мире, где ему ничего и никому не нужно объяснять». Также Карлсон констатирует, что Путин не умеет объяснять. У Вас каково вот общее впечатление от того, что Вы увидели, услышали? Ну и, собственно говоря, каков смысл этого интервью был? Ну, он же не сказал ничего нового. Собственно, понятно, что это интервью было адресовано американцам, как американской политической элите, так и простым американцам, поэтому он разговаривал как бы на разных языках, когда проще, когда, так сказать, чуть более, я не скажу даже сложно, но как-то более, так сказать, аккуратно. Но при этом мы же с Вами ничего нового там не услышали про то, что там, условно говоря, все, что все это, что Украина не существует практически, что все это бывшие российские территории, он говорил многократно. И вот эти какие-то идиотские исторические параллели. Экскурс в историю не первый раз он совершает. Другое дело, кем он хотел показаться? Хотел он показаться человеком, который готов к мирным переговорам. Мы сейчас даже не говорим о том, готов ли он к ним на самом деле, но продает он себя американцам именно как тот человек, который готов к мирным переговорам и готов разговаривать. Ну, хоть там, условно говоря, ну что вы хотите, чтобы я с Зеленским разговаривала? Ладно уж, черт с вами, буду и с ним разговаривать. Опять-таки я не говорю, реальная ли это готовность. То, какая его реальная готовность, мы видели по ответам на вопросы об Эване Гершковиче, когда сколько, по-моему, шесть раз, кажется, ему пришлось задавать этот вопрос, и только, по-моему, на четвертой Путин начал хоть как-то формулировать и условия, на которых возможен его обмен. И, конечно, Карлсон – хороший интервьюер. Он несколько раз, ну я не скажу, что загонял Путина в угол, но заставлял его дергаться, особенно когда он сказал, а отдайте его мне, я имею в виду Гершковичу. Было очень неприятно. Такера Карлсона называют рупором Трампа. Скажите, пожалуйста, насколько это интервью для Трампа, для трампистов было важно, особенно если мы берем в разрезе заявление Дональда Трампа о том, что если он победит на выборах, то еще до инаугурации он закончит войну за 24 часа. Как неоднократно на встречах его с его избирателями звучит этот тезис? Ну, мне кажется, что в этом смысле это интервью вряд ли подтвердило такую возможность. Да, все-таки Путин вел себя как человек, с которым сложно договариваться, который уходит от неудобных вопросов, который пытается, так сказать, как-то замылить ситуацию. И я не думаю, что именно это интервью поможет Трампу в его избирательной кампании. Все-таки это скорее история, на мой взгляд, такая кремлевская. То есть это Кремлю нужно было это интервью для того, чтобы оно зашло в западные СМИ. И я думаю, что именно Кремль выходил на Карлсона и предлагал ему, я так думаю, что гонорар. Тем временем Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. Они касаются импорта нефти и алмазов. Насколько эти санкции будут сильно бить по российской экономике? И каков результат уже ранее введенных санкций, по вашему мнению, как Западом, так и, я имею в виду, Европейскими странами, так и Соединенными Штатами Америки? Ну, как мы знаем, санкции не бьют по экономике совсем не так, как на это рассчитывали. В первую очередь, из-за того, что существуют способы обхода этих самых санкций. Ну и по этим компонентам также будут, собственно, пытаться санкции обходить. Поэтому, что точно бьет по экономике, это дроны, которые попадают в нефтеперерабатывающий завод. Вот это точно бьет по российской экономике. Кстати, о болевых точках Путина. История с коммунальным кризисом, коллапсом, когда разрывались эти трубы, она наложила свой отпечаток. Перед этим стоимость цен на куриные яйца и курицу. И вот тут буквально накануне Путин заявил о цитатах «Грандиозном успехе России по выведению новой породы кур». Эта тема чувствительна для кремлевского диктатора? Или вот как это все комментировать? Ну, мне кажется, что, знаете, собственно, так же, как сегодняшнее появление интервью Такера Карлсона отвлекает публику от темы нерегистрации Надеждина, ну, по крайней мере, этот сегмент публики, да, потому что им тоже интересно, что он там говорил Карлсом. Что касается новой породы кур, ну, надо же хоть что-то продавать своему базовому электорату, у которого куча проблем, у которой беднеет, у которого лопаются трубы, и который не может купить ни курицу, ни яйца. Поэтому, собственно, вот этот, что называется, добрый Путин, который там каждому придет во двор и приведет газовую трубу лично, да, он, собственно, вот эту картинку должен рисовать, и в эту картинку вполне себе новая порода кур укладывается. Картинка, которую Путин, ну, очевидно, должен рисовать уже сейчас, но сейчас это обсуждается на экспертном уровне, а что же будет после 17 марта? Много прогнозов, что может он объявить общую мобилизацию, и она будет достаточно в таких больших масштабах проводиться. Как считаете, учитывая, ну, опять же, эффект надежды, да, все-таки будет ли Путин ее проводить? Считаю, что не будет, потому что общая мобилизация – это, пожалуй, одна из немногих вещей, которые может вывести на улицу всех людей. Ну, потому что практически в каждой семье есть люди призывного возраста, которых эта мобилизация может коснуться. И, по большому счету, одно дело, когда в беднейших регионах фактически родственников покупали за большие выплаты, и там мы вам дадим много денег, но при этом заберем там вашего сына, отца. В беднейших регионах, как мы видим, в большинстве случаев это прокатило. Ну, если мы возьмем города-миллионники, если мы возьмем Москву или Петербург, извините, там квартира стоит гораздо больше миллионов, поэтому отдать своего родного человека за то, чтобы он умирал за Путина, там готовых практически нет. Поэтому там проводить мобилизацию просто страшно. И, собственно, посмотрев, кстати говоря, еще одна важная вещь, посмотрите, сколько людей стояло в очередях подписываться за Надеждина, например, в Белгороде. То есть и там люди, которые хотят прекращения войны, несмотря на всю эту массированную кампанию пропаганды, которая разворачивается, и, казалось бы, уж там-то всех зачистили, нет, и там эти люди есть. Поэтому как раз всеобщая мобилизация может вывести на улицу не только подписантов, но и вообще всех из антивоенной публики. И вот если эти 8 миллионов выйдут на улицу, то тут может быть все что угодно, может не хватить и ни ОМОНа, ни Росгвардии, а войска-то они же на фронте, и войска ты сюда не ведешь. Еще одна социальная тема, насколько является триггерной, это запрет на аборты. Негласно об этом говорят, даже вот проводили журналистские расследования о том, как в частных клиниках отказывают в этом. Появилась информация в социальных сетях о том, что вот врачам из Пскова даже будут платить за уговоры не делать аборт. Что вы скажете, насколько эта тема сейчас чувствительна в обществе, насколько эта тема может стать такой, которая поднимет какую-то волну протеста? Ну, конечно, эта тема чувствительна, но не в целиком, не для всех, в первую очередь, конечно, она чувствительна для женщин. И в этом смысле вот это ощущение, что государство пытается вмешиваться в твою личную жизнь, это, конечно же, личное решение, и пытается заставить тебя принимать какие-то решения в интересах этого государства, конечно, это будет возмущать. Но, опять-таки, это возмущение все-таки по градусу гораздо меньше, чем возможная всеобщая мобилизация или коммунальные катастрофы, или вот эти вагнеровцы-убийцы, которые возвращаются к себе домой и продолжают совершать преступления. Вот это гораздо более чувствительная для общества тема. Продолжаем следить за развитием событий. Ольга, благодарю вас, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам, делиться своими размышлениями по актуальным сегодня вопросам. Берегите себя и до скорых встреч! Всего хорошего! Ольга Корносова, политическая аналитика, главный редактор порталу «Автор Эмпайр» была разом із нами. Традиционно наших глядачів закликаю, не забывайте подписываться на канал сейчас, так само поддерживать это интервью своими вподобайками и своими комментариями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова